Сейчас будем прорываться вот через этот мелкий перекат Ну вот этой стороной я думаю нормально, но поднимемся здесь Здесь хорошо Да, интересная речка Все, погнали Левее сядь Левее сядь Левее сядь Вон место какое, похоже, неплохое Какой был участок с большим уклоном Так, ну что, пробуем здесь, здесь пробуем, да Красивая речка, ничего не скажешь прямо, красивая Так, ребята, оборвал я весь настрой, сейчас буду делать новый, заодно и вам покажу То есть, смотрите, на конце лески, рабочая снасть, так сказать, ну где-то с метра на полтора метра длиной В зависимости от глубины и скорости течения Делаю петельку Потом в сантиметрах 10-15 делаю узелок Рядом с этим узелком, на расстояние примерно в сантиметр делаю еще один узелок Все, между этими узелками буду крепить бормышку Соответственно, отступаю от них сантиметров 10-15 делаю узелок Либо поймал Отступаю сантиметр делаю еще один узелок Вот, уже получилось два места для установки бормышек Вот и вот Итак, 4-5 штук Что получается? Петелька Первая мушка будет, вторая мушка Третья, четвертая, пятая И на конце я делаю еще одну петельку Кстати, раньше вместо узелков делал петли Но практика показывает, что это нисколько не лучше, чем узлы Один краешек цепляю через карабин, привязанный к основной леске, где у меня поплавок Ко второму краю цепляю грузило И навязываю мормышки, все Все Сейчас подберу грузило, грамм 25 весом Так, еще один нюанс, смотрите в чем Вот у меня леска, что она? 0,22 Клюрокарбон Из нее я делаю поводки Поводки для привязывания мормышек Из этой железки я делаю петлю, так сказать Через которую привязываю грузило к настрою Это значительно увеличивает шансы сохранить мормышки при зацепе При зацепе именно грузилом Грузилом за камень Вот здесь на конце я привязываю абсолютно любой карабин с вертлюжком Все И к нему креплю грузило Вот настрой готов, осталось привязать мормышки Или мушки Как привязываются мушки, я думаю, вы все знаете Берем леску У меня это диаметром 0,22 флюрокарбон Вот на примере кемрика покажу Продеваем в ушко С другой стороны делаем Ну я делаю там тройной узелок, допустим Как раз Два Три Затягиваем Вот то, что осталось Обрезаем или обкусываем Обкусить, конечно, проще Делаем петельку Ну вот на расстоянии там Четырех сантиметров Петельку завязываю я обычно двойным узелком этого достаточно Завязываю двойным узелком Затягиваю Все, получается вот такой поводок Основную леску откусываю Вот вам мушка на поводке Берем настрой Вот грузило, вот узелки Которые я навязал заблаговременно Между узелками Прикладываю Завязанную на поводке петельку Вот так Сверху вставляю в нее Продеваю в нее, вернее Мормышку или мушку Затягиваю между узелками Все Она никуда не денется То же самое повторяю Со следующими крючками Дима сказал, что клюет на переколомну Думаю, найду у себя А у меня тут, ребята, чего только нету Мушек на две жизни хватит, мне кажется Просто Всякие разные Какие маленькие Так, ну это не то все Это все не то Вот коробочки какие у меня еще есть Вот эти маленькие Смотрите, какие мушки Не знаю, на 18 или на 20 номере Связанные Это вот я мотал сам Вот это большинство мотал я тоже Вот эти я Это покупные Вот они переколомны, кстати Я приготовил, сейчас-то вяжу уже А вот еще мушки маленькие Надо попробовать Коля вязал Ну и это еще не все Еще есть вот такая коробочка у меня С мухами, которые мне прислали В Самурской области Вот сейчас тоже взял одну Сделаю поводок И обязательно попробую Крупную взял Крупную, черную, лохматую Вот еще коробка есть Вот эта с поводками Тут всякие разные Вот переколомна уже с поводком Огромная Нет, без поводка Вот и привяжу на нее поводочек тоже Вот они Уловистые и не очень Все здесь Ну и вот эту коробочку я уже показывал Не так давно Опа Черная речка Переколомны маленькие Кембрики Супер кембрики На 10 номере Вот кембрики Не рифленые Вот рифленые Вот мухи от Паши Гороха Вот этот наборчик я брал А вот еще муски Тоже покупал у парня Ну Прям Есть хорошие В общем Вязать Не перевязать Дима И я все равно И я все равно испытываю Огромное удовольствие Не от самой рыбалки А от того Что находишься В таком прекрасном месте Сидишь Релаксируешь Думаешь Какую мормышку Привязать Дима Он тягает Одного за одним Сошел Похоже Просто в кайфе И понимаю Что у нас еще Есть время Что домой Пока мы не собираемся Поэтому Просто Высший кайф Вот Это огромная Переколомна Я знаю Что ее любят На такую Может взяться Хорошая рыба В том числе И скучонок Или леночек Сейчас я покидаю Маленько И поставлю ее И сделаю поводок Вот к этой Здоровой Здоровой Черной мухе Присланной Самура Да Здесь придется Двойной узелок Сделать Потому что Отверстие Мормышки Большое И узелок Может проскочить Один Вот она Тяжеленная Как Как гиря Дима Ловит Я готовлюсь Кстати Смотри Днем то комаров Нету Слышишь Днем Комаров то Нету Практически Но мы Стоим Сейчас в тенечке И хорошо Здесь Успокаив Сюда В запас О Какие Красивые Все Начинаю Начинаю Брать Ну что же Друзья Спустя Буквально 5-7 минут Мы имеем Готовый Настрой С новыми Мушками Вот они Вот они Все Раз Два Три Четыре И И Пять Вот он Длиной Длинный Получился Конечно Ну речка Большая И Быстрая Поэтому Здесь Нормально Будет Смена Караула Я Рыбачить Дима Перевязываться Первый Пошел Посмотрим Грузило Бьет Хотя Мне кажется Это Маловатое Грузило Получилось Оно Наверное Грамм 20 Что ли А надо 25 Дима Выловил Тут Стоял Надо Ниже Идти Наверное Пока Тишина Интересно Мне Нравятся Новые Мушки Тариваются Бывает Такое Что Что Делать Спускаюсь Ниже Дима Здесь Стоял Выловился Глубинища Кажется Мелко А глубоко Папарат Растет Какой Красивый Запах Какой Запах С ума Сойти Ой Долго Вымучивал Не бралось И все А этот Хороший Взял Куда Идет К берегу К бревну Какому Не особо И хорошие Опачки Взял Вот На Какую О Да Еще И сбоку Зацепился Аккуратно Взял На Черную Что Не Нравятся Мормышки Которые Я поставил Хариузу Буду Менять А Куда Деваться Вот Еще Один Примерно В том же Месте Примерно Такой же Кучили Струю Протащить Надо Да Ребята На тени Клюет На эту Жем Мормышку Взялся Представляете Там Просто Помельче А она У меня Вторая Сверху Стоит Да Будем Сейчас Перевязываться Вот Ребят Поменял Мормышки Сразу Поклевка Неплохого Хариуза На новую Мормышку Ну вот После этого Кто мне будет Говорить Что На эту Я ловил Я ее поставил На низ Кстати Вот эту Ловистую Черная Лохматая Просто Там есть Теория Что Хариуз Если берет Берет На все Но это Бред Конечно Бывает Что он Берется Реально На разные Мухи Тогда Его Ловить Не сложно А вот Когда Клево Нет Попробуй Поймать Вот Это Да Побольше Действительно Сразу Чувствуется И видно Спиннинг Гнется Удары Такие Короткие Но Сильные К берегу Идет И все Сейчас Зацепится Интересно Почему К берегу Идет Вот Он Подходи Бревно Ну Как Сказать Обычный Хариус Я не знаю Почему Он не Показался Хорошим Я думаю Что Вот Это Новая Мамышка Да Пора Начинать Брать На еду Скоро Обед Надо Будет Готовить Но Этого Еще Отпущу Иди Вот Таких Примерно Я думаю Мы и будем Брать На Жареху Так Сказать А то Вчера Вечером Ели Лапшу Китайскую Доширак Сегодня Опять Ели Доширак Потому Что Рыбачить Сил Не Было Все Идем Выше Может Там Вверху Рыба Покрупнее Долго Поймать Не мог Но Новые Мормышки Пришлось Перевязать Три Поймал А Горячий Воздух Над речкой прям не освежает даже но вот здесь надо пробовать встать негде да так и сделаем здесь сейчас пришвартуемся привяжемся к дереву да красиво здесь красиво, друзья вот нам повезло и с погодой, и с водой красавцы просто счастье какие пихты стоят высоченные ровненькие все, начинаем ох ты тамушка сверху она никого еще не поймала она цепляется периодически за что-нибудь вот так получается борода на катушке ну это мелочи такую бороду мы раскутали быстро что-то нету клева вот он это хороший похоже сейчас глянем на что течение блин ну начинаем брать я думаю потому что что время уже к 12 я думаю штук 6 таких возьмем дадим пожарим чтобы сейчас поесть ну и на вечер осталось еще вот он крутящий кан хигаши реально классно очень удобно он как термо идет с крышечкой опускать легко никто туда не выскакивает в общем спасибо николай что подарил мне такой кан у меня все наверное штук 5 последних на одну и ту же мормышку на черную волосатую у меня тоже поклевка была но не взял берем? нет ну конечно в общем на обед мы сегодня берем 6 штук посмотрим кто будет кормилец одного взяли моего одного взяли Диминова ну этот мелковатый наверное для жарехи эх нравится мне так подъехал покидал поймал сколько хочешь поймал и дальше идешь я бы сказал я бы сказал а вот стан какой-то смотри это реально стан вон костер где свежий свежий при том что да пачки сигарет костер костер вот вот это место мы сейчас тут поймаем с тобой классно вот здесь бы конечно застановаться да застановаться и пару ночей пожить нормально мы и так хорошо встали ну трава еще не засох вон примет на тропинка здесь натоптана конечно возможно рыба выбита поэтому мы можем тут особо ничего не поймать на что рассчитываем ну посмотрим сейчас я думаю мелочевка должна клевать все равно вот она оклевка была кого-то некрепного пробуем дальше там глубин еще уже там да не достает сроду кого-то там поймаешь а вот и поймал маленький в яме прям ну значит тайменя в этой ямке не стоит после таких рюза клюют ах ты прозевал вы видели выскочил даже что по сторонам стою смотрю мелочь я говорю скорее всего подвыбили здесь крупную вот опять поклевка была хорошая такая подтяга поклевка была как-то не уверен вот еще одна побольше маленько но не сильно мелочь короче есть почему это нету на каждой проводке вообще ну мелкий хамец вот это самый крупный из тех что я здесь поймал такого уже можно было бы взять но у меня кан далеко я думаю надо ехать сколько я поймал самый крупный был грамм под 200 да выбиты они здесь крупненькие видно же все и схожено место хорошее но оно обрыбачено жестко все поехали дальше место хорошее но оно обловлено только мелочь здесь тоже стан в натуре ямка хорошая и речка впадает и тоже место для стана ну этот не вытоптанный правильно но смотри лестница какая-то сделана стол дрова а это что такое то такое место впадает речушка мы планируем подниматься сюда вправо уходить по той реке где воды больше хотя вот и прямо мы тоже можем уйти там вроде пороги по картинам по мили маленькие вон он пошел место красивое на берегу стан видимо тут тоже рыбаки бывают нередко стан конечно не вчерашний как тот который мы встретили ниже но тоже обжитой так сказать там вон большие могут стоять под скалкой проверим поклевка было маленький блин клевал так как большой коричневый так еще разок и попрям вверх ох ты время то уже сколько много блин один крыл я не стал вытаскивать смотрю второй зацепился но он сошел я как сошел я тоже видел сейчас здесь полно рыбы но она мелкая на верхнюю мормышку мушку схватался у меня сейчас которая выше да ну вот поклевка сразу поехали дима выше тут харюс мелки